Так, Семен Леонидович, у вас открылась выставка в Газпроме. Много покупок, много продаж, поздравляю вас. Спасибо. Вы копнули, так сказать, глубоко. Да, до недр. Да, до недр выкачали все, что можно. Да. Какие дальнейшие планы? Я думаю, что надо расширяться. В космос, может быть. В космос, да, надо в космос уже лететь, пора, да. Так сказать, уже межгалактическое пространство завоем. Ну, сейчас же есть такие выставочные пространства межгалактические. Говорят, запускают работы в космос, они летят там, а обратно нам деньги, деньги тоже из космоса. Доллар падает, да? Главное, только встать в нужную точку, чтобы орбита, так сказать, совпала. И что, деньги не сгорают, вы хотите сказать? Деньги? Не, не сгорают, вы знаете. Это рубли сгорают, а доллары практически не сгорают. А как у нас там с фунтом со швейцарским фунтом? Он вообще никогда не горит. А как же Сорос там, махинация с фунтом? А, ну, это часть нормального здорового бизнеса. Ну, что-то у нас как-то тема немножечко переводила не в творческую сторону. Да, давайте, да, давайте. Как-то перейдем. А пишите, пожалуйста, вот скажите, где вы писали эту прекрасную работу? Да, вы знаете, это находится в Крыму. Бала глава эта. Мы с Курона утром. Собственно, это каждое утро, живя в палатке, я видел такую картину. Вот. Очень красивое место. Вот. И состояние каждый день было, конечно, разное. Вот. Иногда были тучки, иногда было чистое небо. Но, в целом, конечно, потрясающей красоты состояние, сочетание цветов и фактуры очень живописно, очень вдохновляло. Ну и... Да, результат очень неплохой, на мой скромный вкус. А вот еще одна прекрасная работа. Да, вы знаете, это остров Санторини. Санторини? Санторини. Санторини. Этот остров назывался Фера. И рыбаки, когда плыли, они ориентировались на храм Санторини. Собственно, поэтому он и получил Санторини от своего, скажем так, прозвища, да, которое к нему прижилось. То есть он называется Фера. А так его называют Санторини. Ну, собственно, как бы он известен в быту как Санторини. Считается остров, который, возможно, свяжен с Атлантидой. По одной из легенд, остров образовался на месте погибшей Атлантиды. А, все, что осталось. Понятно. А вот и благодарные посетители и, возможно, покупатели. Ну, я бы сказал, подрастающие покупатели. Подрастающие, да. Вы знаете, вот тут недавно слушал интервью Буткевича Дмитрия. Такой вот обозреватель коммерсанта. Он очень много говорит о аукционах, о продажах. Да, на то, что засветится, а то, что это я. Это я. Мы друзья с Никасом. Ой, с Семеном, извините. Да, да. То есть Никас, в общем-то, вот. Никас отдыхает, да, нервно курит в коридоре, да. Он у меня прическу спер вообще. Подражатель ваш. Да, да. Ну, так Буткевич высказывал очень интересные факты, что, собственно, в 90-е новые русские, покупая на аукционах работы Шишкина, Айвазовского, их покупали по одной простой причине. Просто они в учебнике писали сочинения по этим картинам и не доучились, не закончили школу. Вот. А потом как-то так сложилась жесткая история, что они каким-то образом стали богатыми людьми, успешными, несмотря на свое... Довешное прошлое. Да, ну, не то, чтобы они немножко недообразовались. Ну, так вот. Случилась такая, скажем так, конфуз, не конфуз или смехаторонная ситуация. В общем, история повторяется. Дело в том, что у вас как паркорная судьба, слуга попал в учебник по русскому языку для восьмого класса. Во. Вот. И, как вы понимаете, логически можно домыслить, что клиент растет, который недоучится для восьмого класса. Вот, господа, вот так. Спасибо вам большое, Семен Леонид Ильич. Творческих вам и экономических успехов. Да. Спасибо вам большое. С вами был прекрасный и чудесный обзорщик искусства, как современного, так и классического, Степан... Розенбаум. Розенбаум, да. Забыл свою фамилию, извините. Спасибо. До свидания. До встречи. Пока.